Всех приветствую, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами я, Олег Александр Номер 1. Вернулся я из отдыха, 8 дней там провел. Мне довольно, кстати, понравилось. Да, вы, наверное, соскучились. Конечно, сейчас мои хейтеры или недоброжелатели вздохнут, поставят палец вниз и напишут плохой комментарий. Или просто пройдут мимо. От тех, что ждали видео, давайте лайки ставьте. Сегодня у нас обзор на Капитана Фазму, девушку. Да, ну, я не знаю, робот она или нет. Скажите, напишите в комментариях, если вы знаете. Это Лего Стар Ворс, Билдейбл Фигурс или Билдовый Фигурс. Вот, как вы это все можете заметить. Дисней тут написано. Естественно, Дисней, который, можно сказать, отжал Стар Ворс. Ну, я так считаю. Рекомендованный возраст от 7 до 14 лет. Артикул набора 75118. И название Капитана Фазма. Почему есть название, я не знаю, потому что обычно нет названия у наборов для России. Вот. Сзади мы можем увидеть Капитана Фазму в эпичной позе. Тут, значит, наш бластер стреляет. Да, кстати, он стреляет. Тут мы можем этот бластер повесить, что выглядит крайне неказисто. И какая-то опять эпичная поза, ну, или там какая-то функция. Но не видно все из-за этой наклейки. Тут также наборы, которые заклеила эта наклейка. Также тут указано то, что эта фигурка 26 сантиметров роста. Далее мы видим инструкцию. Инструкция по сборке Фазмы. Тут всякая ерунда. Вот что самое главное. Перечень деталей, постер, все наборы. Star Wars первого полугодия Buildable Figures. И так он говорит выиграть на сайте LEGO Prize. Встречайте, дамы и господа. Вот она, наша Фазма. Пускай она стоит так, так она намного эпичнее. Вот. Ну, что ж. Да, это Фазма. Поначалу я ничего о ней, кстати, не знал. В смысле, когда смотрел фильм, я подумал, что это просто какой-то штурмовик. Ну, генерал, да. Потом я знал, что это девушка по голосу. Вот. И как бы разузнал немного, что это Фазма оказывается. И она, типа, такая вот, скажем так, помогает Кайло Рену командовать первым орденом штурмовиками. Да и все такое. Может, я не прав, поправьте меня, если что-то не так сказал. Начнем осмотр с необыкновенного орудия Фазмы, которое есть только еще у штурмовика. И все, насколько я знаю. Вот. Естественно, оно может стрелять. Так. Для этого надо вот за эту штуку потянуть вот так вот. Хопа! И оно выстрелит нашей любимой ракеткой. Которая раньше была только в наборах Star Wars. И которая сделана из системы. Вот. Так же тут есть запасная стрела, насколько мы видим. Это если потеряется. Вот это, честно, я не понимаю, что. Вся эта... Ну, кстати, тут, да, то есть такой есть приклад. Вот это можно заметить по этим деталям. Далее. Тут еще какие-то соединения мне непонятные. Вообще непонятное происхождение. Но все-таки вот так вот. Как я и говорил, пушка слишком большая. Поэтому она не кончится смотрится на ляжке вот этой вот капитана фазмы. Ну, потому что слишком он большой для нее. Теперь обратим внимание на новые фигуры. Ну, тут вот так все понятно. Естественно, базовое крепление щитков. То есть, как и у Кайло Рена. Сзади такая же защита, как у Кайло Рена. То есть, обычные вот эти вот клыки. Прицепленные. Вот. И то, что меня немного расстроило. Смотрите. Там, где видно, там вот такая защита, да, стоит. А там, где не видно, ее нету. То есть, скажем так, лековцы схалявили. Вот, то есть, плащ тут закрывает. Значит, тут, раз все, плащ закрывает, значит, тут не нужна защита. А тут нужна. То есть, как это так они мыслили. То же самое тут. Если тут видно, то тут вот. А здесь, где плащ скрывает, ничего нету. Это, конечно, плохо, но этому большого значения не придаю. Вот. Если вы спросите, что это за штука, это она крепит плащ. Кстати, сам плащ очень, ну, уникальный, да, для этого набора. И он с такой вот классной вышивкой красной, как и прямо в фильме. Руки крайне простые. Ну, естественно, стоят из нашего любимого круглого наплесчинка. Ну и соединение ФГ. И все. Далее, тело. Далее, что у нас по телу. Ну, тут все, понятно, закрывает обычный щиток. Все на большом держится в теле. Ну, и напоследок, вот, корова, значит, все закрывает прямо как у дивана к нобе. То есть прикольно, как обычный такой чистый штуки непонятного значения. То есть он не только такой серебристый, а с помятыми черными такими. То, что прикольно. Если вам понравился обзор и видео, можете подписаться на мой канал. Да. Что бы ни сказала, ссылка в описании. Короче, с вами был Лего Сталл номер один. Ставьте лайки. Всем пока.